Хабаровские предприятия не только сохраняют производство в период пандемии, но и вкладывают деньги в новое оборудование. Так, на мебельной фабрике «Династия» недавно приобрели современный станок с числовым программным управлением. Сегодня завод посетил заместитель мэра по промышленности, транспорту и связи Александр Прохорец. Чем администрация может помочь промышленникам, расскажет Наталья Чернышева. В пять раз увеличат скорость производства на мебельной фабрике «Династия». На днях там запустили в работу новый станок для обработки кромки изделий. Оборудование приобрели в Поднебесной. Предприятие инвестирует не только в экономику, но и в безопасность своей продукции. Он позволяет очень быстро пропускать через себя детали. Соответственно, производительность у него гораздо выше, чем у аналогичных станков годом выпуска, скажем так, 5-10 лет назад. До этого у нас тоже стоял здесь кромочный станок, но он уже не такая скорость у него. Все-таки технологии, они идут вперед, мы стараемся за ними бежать. Кромка ложится идеально, и мы в своем производстве используем кромку только 1,2 мм. Потому что многие экономят и закатывают на четвертую кромку, и тогда будет резать пальцы. А здесь как бы кромка закругляется и отлично ложится. Несмотря на пандемию, оборудование на мебельной фабрике обновляют регулярно. В прошлом году здесь стали сами печатать изображения на фасадах, в том числе и объемные. До этого такую работу приходилось поручать сторонней мастерской. Уникально для Хабаровска, потому что это японский принтер марки Миямаки. Полностью используются только японские краски. На него не подходят китайские краски, то есть нельзя схитрить, купить что-то дешевое. Станок предназначен для нанесения принтов различных на фасады ЛДСП. Администрация Хабаровска всегда поддерживает местных производителей. Чтобы узнать, какие вопросы волнуют предпринимателей, на мебельную фабрику сегодня приехал заместитель мэра Александр Прохорец. Как проблема с кадрами людей на работу? Принимаете? Принимаем. У нас открытые вакансии сейчас, потому что оборудование новое привезли. Соответственно, дополнительные рабочие места появились. Требуются станочники со знанием станков ЧПУ. В прошлом году по просьбам жителей частного сектора и руководства фабрики «Династия» администрация города привела в порядок улицу двойную. Работы по укладке асфальта выполнили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Очень много нареканий было. И сколько я себя помню, здесь асфальта не было никогда. И вот в прошлом году он здесь появился. Было много обращений, в том числе и торговителей фабрики, потому что мебель надо возить аккуратно. И ухабы, ее, так скажем, сохранение, ее качество не способствует. Малый и средний бизнес – это основа наполнения городского бюджета. Фабрика «Династия» продает свою мебель в Благовещенске и Владивостоке, Новосибирске и в Москве. Наталья Чернышева и Николай Трохин. Смотри Хабаровск.